МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торговля живым товаром – одна из глобальных мировых проблем. По всему миру в рабстве более 20 миллионов человек. Это еще самые скромные подсчеты. В свое время именно Беларусь устами президента Александра Лукашенко обратилась к мировому сообществу. Нужно остановить торговлю людьми. Призыв услышали и приняли в рамках ООН глобальный план действий. И даже учредили специальный день борьбы с торговлей людьми. Но до решения проблемы еще очень далеко. В эфире проекты 24 вопроса в студии Максим Угляница. Здравствуйте. Мигранты, беженцы, люди за чертой бедности. Считается, что именно они чаще становятся жертвами современных работорговцев. На самом деле никто не застрахован. Уж слишком прибыльный этот бизнес торговли людьми. Десятки миллиардов долларов в год. Правда, можно сказать точно, женщины рискуют больше. По подсчетам специалистов, они попадают в капкан в два раза чаще мужчин. Беларусь сегодня один из мировых лидеров в борьбе с трафикингом. Только с начала этого года в стране ликвидировали 12 каналов вывоза людей за рубеж. Арестовано 8 человек. Кроме того, правоохранители работают на упреждение преступлений, связанных с эксплуатацией людей. Например, распространением детской порнографии. Кто в группе риска и как попадают в сети работорговцев? Как обезопасить себя, выезжая за рубеж? Почему исламские террористы все чаще связываются с торговлей людьми? И какие инициативы Беларуси реализуются на глобальном уровне? Борьбу с трафикингом обсудим с нашими гостями. Это заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми МВД Беларуси Сергей Колтун и руководитель программы «Ластрада» Елена Нестерук. Здравствуйте. Буквально недавно отмечали мы Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Беларусь была одним из инициаторов, если не главным инициатором учреждения. Плюс, можно вспомнить, в ООН есть группа друзей, которые по борьбе с этим злом тоже Беларусь координируют. 11 лет назад президент с трибуны ООН обратился с призывом к странам «Давайте остановим и что-то будем делать с торговлей людьми». Как вы считаете, почему именно Беларусь актуализировала эту тему на международной арене? Вот, ну, казалось бы, наверное, не самая для нас была большая проблема, чтобы мы вот так с ней связаны. Почему Беларусь? Наша страна одной из первых на постсоветском пространстве не только признала проблему и актуальность торговли людьми, но и начала вести активную полномасштабную борьбу с этим социальным злом. И на сегодняшний день является по праву заслуженным лидером и не только на постсоветском пространстве, но и на международной арене. И это признают на уважаемых международных площадках, такие как ООН, ОБСЕ, МОМ. И, безусловно, Республика Беларусь, обладая достаточным опытом борьбы с этой проблемой, мы прекрасно осознаем, что усилий одной Республики Беларусь недостаточно. Это транснациональный вид преступности, и только сообща в объединении с международными структурами, с другими государствами, мы можем победить это социальное зло, которое, к сожалению, имеет место в современном мире. Вы знаете, наверное, еще лет 15 назад, когда вообще говорили об этой проблеме в мировом сообществе, всегда говорили, что есть при борьбе с торговыми людьми стратегия 3П. Это преследование, предупреждение и помощь пострадавшим. Но наша страна достаточно быстро поняла, что вообще должна быть еще стратегия 4П. Должна появиться 4П – партнерство. Потому что партнерство… Вот о чем мы сказали, да? Да, потому что без партнерства на международных площадках это невозможно решить. Так же, как без партнерства в своей конкретной стране. Потому что должны быть усилия и общественности, и государственных органов, международных организаций в конкретных странах. Потому что без партнерства невозможно преследовать преступников эффективно, невозможно оказывать помощь пострадавшим эффективно. То, как комплексный подход к решению этой проблемы, объединив усилия всех партнеров, государственных органов, общественного движения, международных организаций, мы можем вести полномасштабную эффективную борьбу. Если в предыдущих государственных программах у нас основной акцент мы ставили непосредственно на борьбу с торговлей людьми, то вот, как сказала Елена, в настоящее время, с учетом достигнутых результатов, мы сделали акцент на предупреждение, профилактику, а также оказание реабилитационной помощи и реинтеграционной потерпевшим от торговли людьми. А также на противодействие новым, ставшим актуальным для нашей страны, новым вызовам и угрозам. Почему буквально в начале июля, как вы считаете, конечно, Госдепартамент США там выпустил доклад, трафикинг в лицах, там 188 стран, и вот раскритиковал нашу страну, мол, Беларусь борется с рабством за границей, а у себя эксплуатирует собственных граждан, и порекомендовали искоренить формы принудительного труда, то есть при том, что, казалось бы, действительно на международной арене признаны заслуги, авторитет в этой области. Как вы это объясните? Я хочу отметить ряд моментов следующего плана. Будучи в Вашингтоне, в текущем году в составе белорусской делегации мы встречались с институтом, где верстается так называемый ежегодный доклад. И вот, общаясь с представителями этого института, которые верстают и готовят к публикации этот доклад, мы предъявили свои аргументы, ответ на который мы не услышали. А нас же знали, что так будет? Или это уже не первый просто раз? Это не первый раз. Я скажу более того. В прошлом году при подготовке ежегодного доклада Госдепа США мы в стенах нашего международного учебного центра при Академии я вел переговоры в течение четырех часов, убеждая, аргументируя... Ну не просто на словах, а с фактами. Приводя конкретные факты, цифры, и Госдепартамент США не могут игнорировать высокую оценку деятельности Республики Беларусь, и они это отражают в своем докладе. Но, да, Беларусь заслужила авторитет, да, Беларусь высоко котируется, но вместе с тем идет в качестве, я не знаю... Да там в третьем, там вот три группы, да, страны. Контраргументы, да. Самый почему-то нижний. И более того, я хочу сказать, мы встречались с представителями, которые верстают этот доклад, мы говорили, ну лучше один раз увидеть, приедьте и посмотрите. То есть они тут не были? Нет, они присылают тех людей, которые фактически за рамками, за стенами этого учреждения. Поэтому мы их приглашали. ОБСЕ нас неоднократно и постоянно приглашают, только в этом году пригласила именно Беларусь, чтобы она была модератором и выступила со своим положительным опытом в стенах своей уважаемой авторитетной организации. Глава МОМ, Международной организации по миграции, свинг на ежегодной встрече в Женеве в 2015 году дал высокую оценку заслугам Республики Беларусь. На площадках ООН, как вы справедливо упомянули, первый выступил с инициативой наш президент Республики Беларусь. Мы неоднократно выступали с докладами и со своими белорусскими инициативами, призывали и к кругу друзей, причем этот круг друзей собирался в рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми в Республике Беларусь. И все без исключения дают высокую оценку заслугам нашей страны и приглашают нас и не только на постсоветское пространство. Наши соседи готовы платить даже деньги и ехать к нам за нашим белорусским опытом. Когда мы в стенах нашей Академии проводили семинары с привлечением международных экспертов из Интерпола, из Великобритании, в этом году только неоднократно они сюда приезжали, то в ответ звучало, что мы готовы не только делиться с вами своим передовым опытом, но и перенимать ваш передовой опыт. Елена, буквально через год в рамках ООН должна масштабная встреча пройти. Опять же Беларусь ее инициировала, там такого высокого уровня. Оценят на ней, как международное сообщество глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми выполняет. Получается, 6-7 лет прошло с того, как этот план был принят. В 10-м году встреча в следующем, поэтому 7 лет. Как вы считаете, есть чем странным? Тут уже не только Беларусь, а вообще странным похвалиться за это время. Или по вашим оценкам, как вы видите, что общественные организации говорят, или все хуже ситуация в мире с торговлей людьми? Вы знаете, с моей точки зрения, за последние несколько лет ситуация ухудшилась. И это связано прежде всего с тем, что за последние 5 лет в мире появилось 15 вооруженных конфликтов новых, а старые конфликты не были решены. Посмотрите, какое движение мигрантов, нелегальных мигрантов. А это всегда торговля людьми рядом. Это сопутствующие причины. Когда люди уезжают, люди уезжают любой ценой, пытаются спасти свою жизнь. О какой безопасности может идти речь? Когда люди двигаются по Европе колоннами, понятно, даже те сведения единичные, которые можно прочитать, найти в исследованиях, в интернете, указывают на то, что, например, в той же Сирии, Ираке сейчас, там, где ИГИЛ, там очень много случаев торговли людьми. Действительно, тема эта несколько лет появилась, что исламское государство, да, оно очень заинтересовано в торговле людьми, это потому что деньги большие, да? Ну, посмотрите, во-первых, известно много случаев, когда селами прямо похищают девочек и женщин, как бы используют в сексуальном рабстве. Когда мальчиков просто забирают из семей, начиная, там, с 8 лет, и принудительно используют в вооруженном конфликте, обучают, заставляют стрелять. Потому что мы просто не задумываемся часто в Беларуси, какие формы существуют в мире, да? Ну, на самом деле... Ну, мы в основном думаем, да, это там сексуальная эксплуатация, ну, может, мужчин чаще какая-то трудовая, да и все. Трудовая, но на самом деле, вот принудительное использование детей в вооруженных конфликтах, это та же самая форма торговли людьми. По данному ОБСЕ, это было несколько лет назад, примерно 300 тысяч детей используются в мире вооруженных конфликтов. Представьте, какая это... 300 тысяч, да? Да. Представьте, что по данным Международной организации труда, примерно 21 миллион в мире пострадавших от торговли людьми. Да, причем говорят, это очень такие скромные оценки, что, может, намного больше. Ну, это скрытое явление, как бы, понятно, что мы не знаем конкретных, как бы, цифр. Причем нужно давать отчет, что источниками финансирования того же ИГИЛ, это не только торговля оружием, наркотиком... Или нефтью, да, нефтью и так далее, а третье место в мире по доходности преступного промысла занимает торговля людьми. И надо отдавать отчет еще другому моменту, что лица, оказавшиеся в вооруженных конфликтах, они изначально находятся в уязвимом положении. И даже понятно, что когда к ним применяют насилие, они тогда идут, как говорится, становятся заложниками. Но вместе с тем, даже в силу неприменения какой-то физической силы, они в силу уязвимости даже не только в Сирии, там, Ливане или других странах, а даже попадая в благополучную Европу, не весь пакет социальный, который им декларируется, он позволяет им ассимилироваться и найти себя в этой жизни. И они нередко обращают свои взоры для того, чтобы прокормиться, опять же, на работорговлю, на оказание тех или иных... В той или иной форме, да. А торговля органами насколько актуальна? Даже недавно, опять же, по инициативе Беларуси была принята резолюция ООН соответствующая. То есть это что, выходит на первые планы проблема? Вы знаете, я бы не сказала, что выходит на первые планы. Вот есть такой глобальный отчет по торговле людьми, который выпустило управление ООН по борьбе с преступностью и наркотиками. И вот по их данным, примерно 53% сейчас в мире это сексуальная эксплуатация, они собирали сведения из всех стран мира, 40% трудовая и только 0,3% извлечения органов. То есть, конечно, это не имеет пока такие масштабы и примерно 7% это другие виды. Вот использование детей в вооруженных конфликтах, принудительное попрошайничество, принудительные браки, что тоже для нас является часто откровением, как такое может быть, когда сами родители продают своих девочек, начиная с 7-8 лет, и считается нормой в стране взрослым мужчинам, которым может быть и за 50 лет, и фактически девочка подвергается сексуальной и трудовой эксплуатации, потому что она, естественно, в своем возрасте не может дать согласия на такой брак. А Беларуси торговля органами, скажите, касается, были случаи конкретные? У нас в взаимодействии с нашими украинскими коллегами был выявлен один факт изъятия органов, почек у граждан нашей страны. Это, если мне память не изменяет, в 2010 году, когда трое наших граждан за пределами наших страны у них изымали почки с целью трансплантации. Но скажу, что этот факт у нас практически единичный. Опять же, отдавая отчет, что трансплантация органов и ткани является одной из разновидностей торговли людьми, то актуальность этой проблематики нельзя сбрасывать со счетов. И мы также должны контролировать этот процесс, совершенствовать законодательство, изучать передовой международный опыт зарубежных государств. И взаимодействие коллег по возможности в случае выявления таких фактов совершения в отношении граждан Беларуси принимать меры по пресечению этих преступлений. Мне кажется, знаете, эта тема стала подниматься еще потому, что это достаточно все-таки скрытая тема, что касается извлечения органов. И пока, может быть, те масштабы, которые есть, может быть, они не полностью известны. Может, там не 0,7% на самом деле. Да, но здесь просто вопрос в другом. Что очень часто, когда идут вооруженные конфликты, поскольку там очень тоже много ранений, и как бы много операций, это не все так контролируется, как, предположим, в развитой стране, просто в больнице. В Беларуси с начала года ликвидировано 12 каналов, может, уже цифры поменялись, живого товара за рубеж вывоза. Тут не получается так, что бьем по хвостам немного, что вот один канал закрыли, появился новый, этот прикрыли, появляется следующий. Можно как-то предупредить вообще их появление? А я скажу, мы так и работаем. То есть, иначе их бы было намного больше, да? Нет, я скажу так, приоритетным направлением нашей деятельности мы стараемся идти на упреждение, пресечения, не допуская вывоза наших граждан за рубеж. Из этих 12 каналов, которые были упомянуты, значит, три канала, это когда мы задерживали трафикеров, которые завербовали и пытались вывести наших девушек с целью сексуальной эксплуатации на территорию Российской Федерации. Тем самым мы предупредили, пресекли на начальной стадии эти каналы. То есть он еще фактически не стал работать, канал, да? Но, тем не менее, состав преступления от этого не меняется, поэтому мы так и работаем. Если раньше вербовщики вербовали, сами организовывали вывоз и на территории иностранного государства сами эксплуатировали, то после этого возник транснациональный характер. Одни вербуют, другие организовывают вывоз, третьи на территории другого. Причем первые к нам могут даже не приезжать, да? Вы их не возьмете? И даже более того, вот на протяжении последних полутора лет, вот на сегодняшний день, начиная с 2015 года по 2016 год, идет опосредованная сексуальная эксплуатация. Я вам только один пример приведу. В начале года этого мы задержали студентку одну из вузов, столичных вузов, жительница города Борисова, которая, не выходя за пределы своей квартиры, сидя у компьютера, являлась администратором тематического сайта. Ей кандидатах на сексуальную эксплуатацию поставляли по интернету с сопредельной Украины. Она организовывала вывоз на территории Турецкой Республики. Там сводила, опять же, опосредованно с клиентами. После оказания услуг сексуально эксплуатируемые девушки отчисляли часть денег по системе электронных платежей. Сложнее в таких условиях ловить за руку или помогать жертвам? Хотелось бы сказать, что да, несмотря на то, что у нас, реально, в Беларуси очень много делается для предупреждения уже 15 лет, потому что мы изначально были страной происхождения. Но то, что мы сейчас видим... То есть объяснимо, это у нас брали там, ну, девушек в основном вывозили. Да, у нас брали, да, девушек и вывозили куда-то. Но сейчас то, что вот мы видим, действительно, интернет очень активно используется, особенно социальные сети. Поскольку в нашей организации есть горячие линии, на которые можно обратиться, инфолиния 113, на которые можно позвонить и проконсультироваться перед выездом за границу, обсудить вот такие предложения. Очень часто сейчас используются социальные сети. Преступникам даже не надо иногда приезжать сейчас в Беларусь. В социальных сетях собирают группу, обманывают, предлагают выехать, все, потом могут там отбирать паспорта и так далее. Почему важно сотрудничество? Опять мы к этому теме возвращаемся. И партнерство, потому что сейчас реально, как бы, можно не приехать в Беларусь, да. Но тогда преступник, который вербует и сидит в другой стране, он все равно же как-то должен быть наказан за то, что он делает. Потому что если его не остановить, он будет вербовать девушек и в Беларуси, и в Украине, и в России. И реально вот есть случаи, когда вербуют одновременно в нескольких странах, даже не приезжая сюда. А законодательство тут отличается? Наши и других стран? У нас жестче оно? Или как-то стараемся к единому свести знаменателю, знаете, чтобы и эти люди понимали, что не отсидишься у себя в стране? Я хочу сказать, что в нашей стране, именно в области противодействия торговли людьми, мы достигли значительных усилий. На сегодняшний день наше законодательство считается соответствующим всем международным стандартам. И мы его постоянно динамично развиваем, совершенствуем. Закон принят в 2012 году. Но хочу отметить, что в 2014 году наша страна присоединилась к конвенции Совета Европы о противодействии торговли людьми. Причем наша страна является единственным государством, который, не будучи членом Совета Европы, является участницей этой конвенции. Это к слову, опять же, о чем мы говорили. Иначе бы не приняли. Елена, много историй через вас проходит, мировой опыт вы изучаете. Вы можете нарисовать общими словами портрет? Жертвы торговли людьми, реальной или которая может стать? Когда мы говорим о сексуальной эксплуатации, конечно, это все-таки более-менее, скажем так, молодые женщины. Хотя в нашей практике были женщины в 50 лет, которые становились жертвами торговли людьми. Ну, чаще всего, конечно, наверное, это 18-30 лет. Как правило, это люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. То есть социальное положение тут или конкретное в этот момент имеет? Имеет. Очень многие принимают такое решение о выезде за границу, потому что так складываются жизненные обстоятельства. А условно такие успешные люди, у которых все хорошо, тоже могут стать? Совершенно. Вы знаете, есть случаи, когда у людей два высших образования. Даже юридическое образование есть. Кажется, можно уже предусмотреть все. Но иногда бывают такие ситуации, так складываются, когда при всех возможностях, кажется, проверить ситуацию, ты все равно попадаешь. Многие девушки, ну, надо открыто это признать, да это и признают и в МВД, и в общественной организации. Они прекрасно понимают, куда едут. Они все равно жертвами считаются. Вы знаете, есть в Конвенции ООН такое универсальное определение, что такое торговля людьми. И там одним из пунктов прописано очень четко для всех стран. То, что жертва соглашается на какие-то виды работ, и если после этого она подвергается эксплуатации, избивается, ей угрожают, шантажируют и так далее, она все равно является жертвой торговли людьми. Потому что не должны быть двойных стандартов. Если вы ехали, к примеру, работать швеей, и попали на подпольную фабрику, вас закрыли, не выпускают, вы жертва трудовой эксплуатации. Вы даже ехали работать швеей, но вы и шьете. Но не так, как представляли себе. Да, как все представляли. Все спокойно почему-то скажут, да, это жертва торговли людьми. Но когда речь идет о сексуальной эксплуатации, да, мы понимаем, человек выбрал вот такой путь. Но тем не менее, все-таки, если это жертва преступления, преступник должен быть наказан, и помощь человеку тоже должна быть оказана. Но что касается детей, тут очень четко. До 18 лет не имеет значения принуждение. Все страны, даже в те страны, в которых легализована проституция, если находит ребенка, который вовлечен в сексуальную эксплуатацию, и это там даже 17 лет, там, и даже уже близко к 18, все равно считается, что ее сутенер это преступник, он получает большой срок, ей должна была быть оказана помощь. А правоохранительные органы тут только карают, или вы можете как-то предупредить? Безусловно, в тесном взаимодействии с нашими коллегами и международными, и общественными организациями мы исходим и исповедуем принцип, что болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Мы являемся координаторами всей этой деятельности в Республике Беларусь, именно Министерства внутренних дел. И участвуем во всех информационных, просветительских, превентивных, предупредительных компаниях, рассказываем о последствиях, об угрозах. Это одна сторона нашей работы. Но, вместе с тем, у нас было немало случаев, когда люди, стоящие на грани, родители, сами потенциальные потерпевшие обращаются к нам и просят помочь. Я скажу так, наша роль правоохранителя не всегда укладывается в статью... В наказание, да. Да, в наказание Уголовного кодекса. Есть еще морально-этический аспект. Мы чувствуем ответственность за судьбы наших граждан. Люди наши, которые попали в трудножизненную ситуацию, не всегда они оказывались потерпевшими от сексуальной эксплуатации, но всегда мы принимаем необходимые меры для того, чтобы наших граждан обезопасить и вернуть на родину. И сразу скажите телефон, раз вы уже сказали, ну, озвучите, по которому можно обратиться, если какая-то... 113 мы говорили в общественной организации, в МВД. Куда позвонить, если есть сомнения? Ну, во-первых, есть телефон горячей линии МВД. Вся информация, все тенденции, вся статистика, вся динамика, все случаи ежеквартально обновляются на сайте МВД. И там есть, по всей видимости, и мои рабочие телефоны, и моих... Ну, раз находят, значит, есть. ...руководителей, которые всегда готовы, ни кого мы не отмахнули, и готовы всегда... Елена, у вас 113 и онлайн-форма? 113 и онлайн-форма. Можно зайти на сайт La Strada Buy, написать либо имейл, либо онлайн. Короткие вопросы задают прямо с сайта. Но вообще хочу сказать, что есть еще в МВД телефон Департамента по гражданству и миграции, у них есть горячая линия. И вот на эту горячую линию, по вопросам трудоустройства, даже если там едешь танцовщицей работать, не имеет значения. Некоторые едут сразу очень коротко, скажем, действительно танцуют, и ничего с ними не случается, но тем не менее. Вот, что касается вопросов трудоустройства, контрактов, можно обращаться к ним смело, они всегда тоже замечательно консультируют. Ну, будем надеяться, что, конечно, не пригодится, но тем не менее, наверное, лучше в любом случае позвонить, подстраховаться, ну, а дальше уже самому принимать решения все взрослые люди. Спасибо. Смотрите нашу программу в YouTube на сайте телеканала «Беларусь-24» и слушайте в эфире Первого национального канала Белорусского радио.